Да ты отцов с тобой. Ну, поступи два раза. Господи, Господи, прибыди с нами. На помощь, что я надеюсь, Иисусе Свощайшим. Аллилуйя, аминь. Аминь. Я хотел немного побеседовать сегодня. У нас 22 июля 16-го года. Ну, сейчас вот третий час дня идет. Это вот наш лагерный контингент. Не считая Виталия, нет. Лагерь перестал действовать сегодня. На сегодня это лето. А вот это было 18-го в понедельник. В 22-23-й даже сейчас. Очень интересный ролик. Дети с постели поднят и убегают. А там тучи и молнии. Полы, молнии. А снимаются тут текута уже. И милиция, и полиция тут это делают. Это интересно. Даже вот из Кустина, если я состояние тренировки-то прошли, они дружно так все скрылись. И больше ни одна нога ребенка здесь не была. Я их всех отдал в гости для деревни. И больше не были здесь. И сегодня вот вывозить. Дороги нету. Переметишек везти. Я посоветовал, что все. Кажется, дороги везти. Это очень сложно истинно. Но рождений нету. Поехать на автобус. На автобус это кто-то должен привезти туда. Дальше. Как разбирать. У одних мать лежит в больнице. У других она в Новокузнецке. Я не знаю, еще в этом. Путербург или где. А у третьих уехали в Казахстан. Вроде бы я как понял. И все дети едут. Никого дома нет. Нужно было найти родственников. Кому передать. Транспорт. Я позвонил. И так все это одно за другое как-то сцеплялось. И батюшка говорит, а как привез туда, если нельзя на газели-то? Нельзя. Больше, которых возраста можно. А маленьких нельзя. Что за нормы? Кто придумывает? Все для денег. Ни для чего другого. Это никого не спасло. И крушения, и поезда, и самолеты из Чернобыля взрываются. Это все Бог охраняет. Напрасно бодрствует страж. Если Господь не говорит. На слово Божье живо и действует. Живо тоже. И действует. Вот был Прощев слушал. Говорил огромные доклады. Где? Я сейчас скажу так. Сказал Никитин Сергеевич. Да пошел ты. Что на этом лучше? Выступал Брежнев, говорил там Шамком. Да пошел ты. Я открою Ленина, Сталина. Но любого правителя, которые писать умели и писали. Это краткий курс ВКПБ. Он над этой книжкой тресся показывает. И никто слушать не будет. Вот допустим, китайские законы. Здесь никакой роли не играть. Я их и не знаю. Мне не нужны. Правила поведения на дорогах. Не те правила мне нужны, а и эти. Сто лет назад правила даже на этой территории были другие. Как ездить. А тут правила для всех народов, всех наций. Две тысячи лет. Одни и те же правила. Поэтому дневной буквы не меняются. Понятно. Вечные и временные. Но эти правила тоже временные. То есть присос придет и упразднит закон. Закон ветки, закон новый. А зачем надеяться? Верить, когда мы увидим. Осуществление ожидаемого. Оно ожидаемое было. Он явится и. И вот на нас вот такое устроили гонение. Под видом Роспотребнадзора. И все это инициировали. Патриархия Московская. В лице их профессора. Как они называют. Это два США глотана. Дворкина. И всех, кто там устроен. Ахотица. Я думаю, что это они. Они похожи на рождественное учреждение. Их на дешевле. В 16-м году. Верить там. 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 Она ничего не знает. И про лагерь. Мои воззрения. Религиозные. Они крутили. Вертили. Что полное погружение. Не надо. Вроде не надо. Не поймешь. Но против. О монашести. Что сказал. О мощах. Они еще не знают. Но они собрались с кучкой. Это в системе. И они заранее. Десятки раз проверяли. Как их не осудят за это. Не выбросят. То есть Духа Святого там не может быть. Дух Господень. Говорит. Где Дух Господень. Там свобода. Это рабы. Презренные. Жалкие рабы. Крохоборы. И они сидят. Говорится. Под колпаком. Мистически. Вот они написали письмо. Москва. Там видимо звания разных. Там организации. Я такой-то. Я знаю как это движется. А тут спустили. Они должны ответить. Любыми путями ответить. Против лагеря. Ничего нету. Я стоял на молитве сегодня. И вот мне местописание пришли. Которое мы сейчас. Зачитаю. Вот первый откроем. Исход. 20 глава. 16 стих. Послушай. Это десятисловие. Декаполит как называется. Главное. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Вот так. А там закон не прелюбодейся, не убивай, не. А они произносят. И что интересно. Вот когда нападают. Где-то вот сейчас. Даже бывает какие-то люди недовольны были. Все за. И только патриархийные. Или которые православные. Там пришли от кого-то из баптистов. Они лютуют. Наконец-то. Такие-то. Наконец-то нашлись. Этот упырь там. Хозячески поносят. То есть чисто демонический дух. Даже осел. Нагруженный. Упал. Посел врага твоего. И тогда подними. Бог знал, что через сердце в Ветхом Завете. А это в новом. Протрушается лагерь. Которому 45 лет. Они ничего не смотрят. Там вот в Америке в Скуратовске. Бешеный. Совершенно сумасшедший человек. И кидается в это время. Что только не подыскивает. Из баптистов пришел. И считает, что они церковь и прочее. Ну зачем пришел кто-то сюда. Если они церковь. И священники охота. Такая извительность и тупость. Просто безразмерная. Бесталантность. И вот все это выплескивается на мои ролики. А у него ничего нету. Я не могу в ответ дать. Почему у него ничего нету. Полная абсолютная пустота. Даже если враг твой голоден. Тогда накорми. Не ядом. Не отрыжкой. Не блевотиной своей. На хорошем накормим. А здесь вот такая ситуация. Начинает уже свидетельство. И это все делает патриархийное. Почему? В основе ложь. Когда согласились служить не за страх, а за совесть. Сергий Строгородский-то. Ваши радости, наши радости. Вот теперь эти их потомки это все делают. Ну, знают, что образована такая организация. Потребнадзор. Ну, вам-то какое дело? Нет. Она имеет репрессивный характер. Сейчас выступают и говорят, что закон вступает 37-го года. За недоносительство. Я узнал, что-то готовится. Не сказал, меня тоже посадят. Закон 37-го года подняли. Они думают, власть этим сохранить. Как вас на этом властью рухнет. Они перешагивают границу. Там свидетельство ограничивают, благовестие. Кого больше слушать, Бога или человеков? Они не наказали или намертво. Еще терпимо. Я вот стоял и смотрел. Лжесвидетели. 15 раз в Библии говорится. Это притча 19.5. Попробую найти. Притча 19.5. Ну-ка, просчитай. Лжесвидетель не останется ненаказанным. Все. И кто говорит ложь, не спасется. Он не спасется. На меня нападали в 98-м году. Масовский комсомолец на Алтае. Ну, это поганищая такая газета. И самый лучший у них журналист на Алтае был Самый Александр. И он три или четыре статейки тиснул в газету. Ну, я подал в суд, вернулся. Их разгромили, а его нашли убитым. Я его не трогал. Который ГТРК было. С работы выгнали. Запретили к теме прикасаться. Который инициировал первый у нас милиционер инсульт. Он тут же умер. Но не я это делал. Он не спасется. Светлой памяти, его сын пишет. Поганой памяти. Это сексот. Вот он как раз на пруду и остановил работу. 21 год там только зарастало все. А что он сделал, оставил? А что он оставит? Еще не оставит. И что интересно, Саманный дом их строил. А теперь, ну, кого здесь Самана-то? Продать некому. И жена его, она ко мне обратилась. И я его взял. И в этом доме мы молились. Вот для него-то было бы чудо это увидеть. Бодрствуем, брат. Крепко. И дальше девятый стих. Не спасется здесь же девятый. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, погибнет. Вот погибнет. Это вот для тех, которые вот это все делают, жаловались, Роснадзор, и они лгали. Лучшее доказательство того, что наш лагерь не такой, как они, Это доказательство. Срок существования 45 лет теперь. За 45 лет ни одного заболевания. Наоборот, вот нынче приехала, просто шпал этих таблеток. Я сказал, без таблеток, а с таблетками нет. Они выложили. Ну вот теперь поехали домой обратно. Миша и Оля, брат с сестрой. Ни одной таблетки не тронули, забыли. Кровь носом идет, не идет. Поехали здоровые, веселые. Почему? Молитва. Слово Божие. Спокойная жизнь. Безопасность. Посты. Благословение священников. Святая вода каждый день. Вот то, что мы имеем. Я это прочитал. Я о лжесвидетельстве хотел сказать. Матфея 15.19. Я потом по порядку буду. Это я на молитве все стоял, и мысли мне такие шли прямо чередой. Сейчас я молился днем. Матфея 15.19. Я вот брата Никиты попросил прочитать. Ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хулиния. Это оскверняет человека. Вот эти оскверненные бросились. А вы что о нем скажете? А что я скажу? Ничего нету. Я его знать не знаю. На его ролике хоть я раз поставил какую-то заметку? Да нет, конечно. Как? У меня... Зачем я в его двор буду через забор плевать-то? У меня свой надо прибрать в порядок. А они не удержатся ни перед чем. Почему? А он знает, его фартуком накроет батюшка, простит ему все. Главное, что он выполнил задание. Но вы плюете сколько лет? 53 года. Это уже больше полвека. Вы меня сдвинули? Нет, вы меня еще ближе к Богу приблизили. Вот разгромили, лагеря больше не будет. Не разгромили, и лагерь будет. Но под другой формой. По-другому нельзя. Подержи-ка. Вот как коротко брякнули, и ничего нет. Это кто-то уже сигнал дал. Такой. Чтобы я позвонил и деньги снять. Я их знаю. Как правило такое. А я никогда не отвечу. Еще буду. Кому надо ответить. Вот как это делается. Просчитаем. Отфея 21-28. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал. Сын, пойди сегодня. Работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ. Не хочу. А после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ. Иду, государь. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца. А какое отношение к разговору имеет? Главное, о чем речь идет, это сохранение. Сбережение человека, как Солженицын Александр Исаевич говорит. Это сохранение детей. Вот они и написали. Сказали, мы выполним все. Они написали закон. Написали свой закон. Так они сейчас бьются-то не за детей. А за буковки, собранные в определенных словах и предложениях. За свой закон. А бьются-то не за детей. Они по трупам шагают. В Абакане закрыли 354 ребенка. Отравили. Это как так? Это 354. Много? А до этого утонуло 14. А на Азовском 16 вместе с преподавателем. Так сколько скрыто, которое мы не знаем. И пошел и выполнил виноградник. Они говорят, выполню. Пойду за отца, если взять указания государственных органов, там, роднодзоры, санэпидемстанции. Выполнили? Нет, не выполнили. Я говорю, это невозможно. Я не могу этого сделать. Мне это не по силам. То, что вы требуете. Вот такое нужно. Туалет что-то есть с мрамором, проточная вода. Как я его сделаю здесь теперь-то? Я говорю, не могу. Но выполнил все. Дети поехали домой. Здоровые, веселые. Все заснято. И сейчас уже звонят родители. Благодарные. И одели их там. Вот эта притча-то как раз. Я стою на молитве и думаю, притча-то какая. Слово Божие живое и действенное, оно заговорило в ином ракурсе. Они говорят, все. Все у них нормально. Все хорошо. Подписали, открыли лагерь, закрыли. Но закрыли-то, когда отравили. Но вчера пока не отравили, дети бегали, прыгали, играли, скакали. Он нормальный был у вас? Да тензики ему не было, не было. Вы его не разогнали, как нас. А что получилось? Теперь сами смотрите, что. А сколько? Пишут, в лагере 98 детей под капельницами лежали. Под капельницами? Это не нынче. Я только краем уха где-то слышал, краем глаза увидел. А они обещали, ну как их берут, они знают. Так им отпущены средства, а здесь что-то миллионах. Миллионах. Мне ни копейки. За 45 лет. Почти полвека. Вот образовать лагерь, это в 72-м году. До образования общины еще 19 лет было. Это моя личная была идея. У меня дома собирались люди в Варнауле. Вместе выезжали. Я знал, где остановиться, где колодец копать, шалаши ставить. Все абсолютно. Ловить рыбу, где доставать хлеб, где молоко. Это моя была задача. Никакой общины во сне не видали мы. А сейчас приписываю делам общины. Никак оно не может быть. Это мое детище. У него есть устав. Вон он висит там. Устав вот написал я вот этой рукой. Никто мне не помогал. Ни одного слова. Ни одного. Дальше распорядок дня, который я составил его. Детей набираю лично. Я объявления даю везде в газеты. Объявления на столбах где-то. Доставать продукты. Только я делаю это. Я хозяин этому. Какое отношение община имеет? А община покупает муку? Нет, конечно. А макароны и прочее ничего не покупает. Ни масла, ни сахар. Ничего нет. Если бывает, когда-то купят, то добровольно. Бывает такой человек, который понимает. Отбавит сухофрукты, купит. Это не член общины даже может быть. Где-то. А они сейчас лепят к общине. Потому что с общины тогда 25 тысяч. Сейчас мне одна тысяча только. И вот в этом будет суд. В эту среду, 27 июля. На Папальне-Сожнедорожном суде. Я об этом уже говорил. Это будет 13.30. Папальне-Сожнедорожном суде. В 130-415 кабинет. Я еще не знаю, нужен я там или нет. Никак не скажут. Я позвоню потом. Я сейчас хочу именно разобрать во свете Библии. Как это все выглядит. Все что угодно можно изобретить. Такой идеи никакой нет. Чтобы не лжесвидетельствовали. Если лжесвидетели есть, значит. Такое дело. Знают они, значит, свое дело. Второе Коринфян 3.6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы. Но Духа. Потому что буква убивает. А Дух животворит. Я отношу к этому отношению. Буква. Они написали. Буковку собрали. Вокруг территория должна быть обработана от клещей. Больше ничего нет. А есть клещи или нет, надо обработать. Вы обработали? Нет. У нас бегает шарик. Мы с Володей снимали. Каждый день десятки клещей. Везде и в пах, и за ухом, и в уши. Везде. Везде. Нынче ни одного клеща не нашли. Но нету. Сырость. Дожди идут. Но обработать надо. Ну зачем же обрабатывать? И чем я буду обрабатывать-то? И тем более зачем, когда идут коровы, и они вокруг. Этот, который писал-то, он в кабинете сидел, он этого не видел. И они едят теперь эту отраву, будет с молоком люди есть. Это как можно извратить все. Где-то много клещей, там дети. Там тут понятно объяснение-то. Но это буквы убивает. А мы действуем в духе животворной. И у нас ни больных, ничего нету. Никаких клещей. От инсиполита был привит только один Егор. Он тут недели-две, наверное, вытряхивал из себя. Это тяжелая прививка. И может быть из-за этого у него такие заскоки. Буква убивает, их убило. Сейчас что, лагеря нету. Все благополучно, дети сохранены, родители довольны. Нет, а он нарушил наш устав. Да вы каждый год меняете эти уставы. В Китае, в Венгрии. Разные уставы. Никто не требует их. Я евангельский христианин. И что теперь я должен? Каждый день заглядывать в ваш устав? У меня устав свой. Я верующий. Я питаюсь постной пищей, пост. А ты ешь, что тебе душа пожелает. Ну, разница есть. А вот дети, как будут теперь поститься, да такие отощают. Ни один не отощал. У нас много покупается рыба, разные овощи, фрукты везут, халва и чего только нет. Пост-то легкий, Петров пост. Я просто показываю, что Библия, что об этом говорит. И Матфея 7, 3, 5. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему? Да, я буду на сучок из глаза твоего. А вот в твоем глазе бревно. Так бревно-то какое. У нас есть сведения абсолютно точные. И не где-то в интернете прямо выставлено, выступает бывшая когда-то. Ну, она то ли из беспризорников или кого-то. Как только стемнялось, я уже знаю, один из воспитателей меня оттуда вытащит. За ногу и потащил на ночь к тебе в постель. А ей, я не знаю, там лет 8-10. Одно это бревно стоит чего-то, вытащите его. А теперь, теперь посмотрите, кто там педофилы, куда они бегают, где скрываются. Сколько всего. А между собой что у них делается? Два этажа, на втором у нас, говорит, девочки, на первом мальчики. Все обдумали. В одном здании. Утром приходят воспитатели, нижний этаж пустой, все спят наверху. Это какие бревна-то, лесоповал? А у меня к тех, где хели и девочки, даже пройти нельзя мальчикам. Но указ дан, и ни перед чем не останавливают. Они не понимают, что человек сеет, то и пожнет. Вы сеете ветер, пожнете бурю. Вас выметит, никого не будет. Тут был в Мамонтово Смирнов, по санэпидемстанции Геннадий. Нигде никого нету. Все. Все лопнуло, рассыпалось. Другой глава администрации меня там поносил, Метелев был. Все скинули, никого нигде нет. Я сегодня вспоминал, у меня второй следователь был в 86-м году. Курят Владимир Кузьмич. Так-то неплохой. Ну, что-то на него нашло. Не мог он сделать все, как повелевано было. Такие дела делал. Тысячи пленок. Это какая же сумма-то у меня была. Никак не вмещалось, что я это делал бесплатно. Что у меня своя ТОН-студия была. Самых современных. Маяк 205. 15 магнитофонов таких огромных. Одновременно все работали от одной кнопки. Я найду деньги. Я найду, где лежат. Я по бородовам, по волоску растереблю, но найду. Не найдешь. А растеребил, нет. Он умер. Внезапно умер. Я его не трогал. Что ему мешало? Прокурор меня там давил. Брови у него, как у Брежнева. Прям смотрел. Я говорю, Мордвин. Мордовин. Яков Иванович. Я говорю, что-то смотрите, как Брежнев за два дня до смерти. Вы все равно меня осудите. Так и получилось. Я еще не вернулся. Он уже помер. Его нету. А почему? А у Бога вымерено все. Вот узники такие, как Лихачев, Дмитрий, Александр Соженицын, там Волков. Перечислять могу много, которые сидели. А они все жили намного больше своих гонителей. По моему-то здоровью, как я должен давно уйти. А мне 77 лет. Я когда разговариваю по телефону, вам столько лет, а голос молодой. Какой-то молодой, я не знаю. Но дети со мной, они не очень чувствуют разницу в возрасте. Дальше. Иова, 19-28. Слушайте внимательно. Это мне на молитву все пришло сегодня. Я молился на одной только молитве. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Как корень зла найден во мне. Понимаете, это Еву говорил, когда его поносили друзья. Но тут не друзья, а другие. Какой корень? А теперь что? Подогнать под статью. У него статья, то есть буква. А что такое-то вы написали? Ну, они, что у всех должны быть медицинские книжки. Ну и дай их. А заплати деньги. А денег нет у меня. У меня пенсия минимальная. Минимальная. 35 лет в стажу. А пенсия почему? Мне не давали работать. Вы еще за это отвечать будете. Я прораб. Работал на корабле. Учился в высшем мореходном училище. Мне нигде нельзя работать. Нигде. Помню, когда я освободился, то майор Венс Евгений, это Алтайский край, город Барнаул, железнодорожный РОВД, он устраивал всех освободившихся. Его обязанность такая была. Со мной ходят за руку буквально. В один день, я не знаю, кажется, обошли, там обзвонили, 18 мест, и нигде не приняли. Он говорит, что такое? Я, говорит, всех устроил, одного не могу. И, наконец, подсказали, вы можете держать его при себе только в вашей, вне ведомственной охране. А охрана что получает? То есть, мне не давали работать. У меня отняли пенсию. И сейчас добивают дальше. И вам ничего не удастся. Я только помолюсь, и Господь мне ответит. А Николыч водотворец, он любит подбрасывать добрые мешочки, выдать замуж. И так и здесь. Лагерь не будет называться лагерем Истаном. Он будет называться по-другому. И он будет здесь. И здесь будут идти занятия, дети будут играть, прыгать. Уже все обдумано. Еще не закончил, сейчас суда нет, а у меня уже полная программа выложена. Я в интернет выставляю, и мне говорят, да вы сами себя подставляете. Так и есть. Почему? Я сильно надеюсь на Бога. Ничего они не сделают. А как это будет? Особое будет время, я объясню, как это будет. Работа будет совершенно по-другому исти. К чему они привязываются? К кухне. Главное кухне. Ее здесь не будет. Пришли пустое место. Что еще? Идут по постелям. Ни одной постели не будет. Что они будут смотреть? Голые доски. Ничего нет. А как это можно сделать? Да очень просто. Даже очень просто. В деревне будет больше людей, и заранее договориться. Каждый принимает в семью семь человек. Приехали в гости. Они там спят, там и едят. А продукты мы доставим. И проверять никто не имеет. Право не зайдет. А днем, когда надо, они собрались, поиграли. Тут футбольное поле. Пошли покупались. У нас свой контингент, свои воспитатели. Дальше обед. Сбегали, пообедали, вернулись. Все кончилось. Лагерь действует. Но только на других основах. Здесь не будет спать ни один ребенок. Ни один ребенок не будет обедать. Чтобы мы могли точно сказать. Здесь ничего нет. Лагеря нет. В таком виде он уже существовать не может. Потому что слишком много тех, которые не хотят. А за ними прокуратура, суды и прочее. Я на молитве выпросил у Бога это. Теперь нужно, чтобы было больше людей. И люди были к этому расположены. На месяц. Договориться. Дальше. Притча 12.12. Послушайте, какие местописания мне пришли. На память это. На молитве. Нечестивый желает уловить в сеть зла. Но корень праведных тверд. Тверд. А мне говорят, не прогибайтесь. Это знаете, как нас мужественно из всех делается. С Австралии пишут. С других государств. А я об этом не думаю совсем. Я молюсь за гонителей за этих. Они несчастные люди. Воюют против детей. Ну и соратники им это, патриархийные. Которые полностью соединились и злодействуют. Какая им обеда будет. Они ничего не сделают. Ну наложили допустим 250 тысяч. У меня нету. Берите с кого конкретно. В общине нету ни рубля. А к общине лагерь не относятся. Это мое детище. Мое. Все. Все, что не возьмись. Это помогали мне. Братья делали. Это мой план. Чертеж. Деревья. Вокруг башня. Железо. Откуда-то я привез. Вон труба. Там печи делал. Это я своей рукой. Тут нету места, куда бы я ни прикоснулся. Вот эти колокола. Все доно я притащил. Вот. Пожалуйста. Баллон. Это место выбрать. Выбрал я его. Где оно находится. До этого 18 раз меняли место. Где качели там запасные. Это моя идея. Помогали братья. Я был среди них. Но руководство мне Бог дал. Нынче вот этого, пока их не было, я уже приподнял крышу с ребятами. Видишь как на столбах. А то там проходить нельзя было. Уже низко стало. Как вот сейчас пруды. Это моя идея. Восстановить все пруды. Дорога была. Моя идея. Моя дорога. Пруд, который здесь. Это моя идея. Я просил Бога, дал денег. И два бульдозера пригнали. Издалека. Два бульдозера выкопали этот пруд. И поэтому... А что не скажи. Мое ко мне вернется. Меня и наказывай за это. Вот что именно так сделать. Такой ширины окна. Вот так сделать. Вот эти вот слеги. Кривые. Это крыша из этого. А потом вот так вот. Глина, столома. Это сделать. И сверху вот так вот положить балки. Достать шипер. Это все мое. Все абсолютно. До столбов вот этих, которые... Тут ни одного места нету, которое было бы... Вот это что заложили вокруг. Это мне Бог положил на сердце. А теперь я почти не прикасаюсь. Братья все ведут. Братья. Повторяю. Все до одной березки. Все мои руки прикоснулись к ним. Это невероятно кажется, но это именно так. И поэтому я свой труд не могу сказать, кому отдать. Участвовали все. Но идея была моя. Все, то есть, кто помогал. А это тут были и баптисты, и старообрядцы, и кого только не было. Дальше. Исайя 57, 4, 6. Вот послушайте, какие места мне Господь открыл на молитве. На одной молитве. А если я семь раз в день молюсь, да еще ночью, Господь мне буквально лавиной показывает. Не бойтесь. Я с вами, и ничто невозможен против тебя. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот? Высовываете язык? Представьте, какая точность. Язык рот разевает, и язык трясется. Не дети ли вы преступления? Семя лжи. Разжигаемые похотью к идолам. Под каждым ветвистым деревом. Заколающие детей при ручьях. Между расселенными скал. Вот они что. 20 тысяч абортов каждый день. На меня нападают убийцы, пожиратели своих детей. Они ни своих не любят, ни чужих. Вот кто они. Против кого высовываете язык? Прелюбодейное семя. И вот они крутятся возле, потому что им за это платят. Они платили бесплатно. Будут они работать хоть месяц? А я работаю здесь уже 45 лет ни копейки. Ни я, ни люди мои. Никто не получает ни рубля, ни от кого. И как мне? А у меня каждый год было 53% бесплатно. А нынче еще больше бесплатно. Совершенно бесплатно. Это надо накормить, напоить, уложить. Вот постели, одеяло, матрасы, подушки. Это все я доставал. Склады, которые хранятся, братья знают, с кем я строили. Это моя идея. Я посмотрел прям среди леса, выкорщевывали корни. Очень и очень трудно. Одно дерево выкорщевывали, 4 метра только на 4. Посчитай, какой квадрат был. 4 метра с корнями подрубали. А потом на себе веревками тянули ее, как цыгане, говорят, табором. И еще прочитаем о лжесвидетельстве Матфея. Так, Марка, 1456. Марка. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельствований бы не были достаточны. Вот и весь ответ. Их там находят, приходят, а ничего нигде нет. Лжесвидетельства, я зачитаю потом, которые были газеты, как будто сегодня послепок с тех лет 98-го года. Как будто все так и есть. Я обратился в одну газету, там как-то блестители правды, закона, такая партия здесь есть, справедливая Россия. И они все это напечатали. Я благодарю Бога за все, что было. За все, что есть. И за все, что будет. Я закрываю голову, это мне тяжело просто. Не потому, что я не уважаю Слово Божие. У меня печет голову больно. Вот такое дело. С чем это все у них закончится, меня это почти не интересует. Почти. Я даже не знаю, нужен я там или нет. Сейчас я присев спрошу даже. Вот, сейчас подожди маленько. Я спрошу, суд будет в среду. Нужен ли я там? Хотя я уже отказался, практически. Сейчас ответ поступит. Мы договорились, что я даю сигнал, а не звонит. Поплыл. Все так, да. Никак. А что такое? Почему? А почему? Может быть, два сигнала на один наложились. Вот интересно, как бывает. Дал сигнал и пошел, и дальше не выключается. Что ты телефончик? Перегрелся или еще? Как это он вам звонил? А? Он вам звонил сейчас. Ну, звонил я, открываю, она продолжает звенеть. А, вот так. Не прекращается. Видимо, лежала здесь на солнышке. Слушай, насколько нужно, чтобы я там был на суде в среду? Не надо? Мне трудно туда ехать. Я до того не хочу, не могу. Ну, благодарю. Спаси Христос. Дети наши доехали до Барнаула, получили известие. Все благополучно. Мы семь человек отправили. Остались только, ну, Екатеринбург и Канада. Все. С Богом. Все, юристы позвонил. Он говорит, нет, это все формально. Все. Я не просто делаю, я ищу благословения. Не так, что я не поеду. А поехал бы, если сказал, поехал. Как? Не знаю. Но не на поезде. Договорился бы, выгнали газель. Витя вернется с похорона отца. И кто-то поехал бы. Или еще как-то бы. Как? Как я не знаю. Вот как я рассматриваю эти события. Это необходимо для нас. Потому что мы на одном месте сидим, и как вино непереливаемое. А Господь переливает отца. Телефон. А ребятам это интересно, они здесь были-то. Знаешь, как будут вспоминать? Как в ночи бежали в грязи. Говори. С миром. А что такое? Ой-ой-ой. Ты звонишь-то для чего? Чтобы помолились? Ты звонишь для того, чтобы мы помолились? Но я это знаю. Один маленький вопрос. Как у Маргариты дела? А вот. А у нас 27-го суд надо мной будет там, в Варнауле. В железнодорожном исполнике. Да, там вам сообщат. Если кто сможет, придет. Мы помолимся обязательно, дорогая. Давай, с Богом. Да, в среду, в час 20-30 начнется суд. Но меня не будет там. С Богом. Очень хорошая сестра. И у нее плохо. Давление 200. 200 это плохо, наверное. Да. Мы ей даем муку пополам. Мешок. И она всю зиму печет нам хлеб. Вот эти сухари, это ее работа. Видишь как? А сейчас такое. Дочка у нее вылетает 28-го из Голландии. Голландия, по-моему, из Бельгии. Или где-то там она вышла замуж. Все, поблагодарим Бога. Как я вижу это во свете Библии. То есть укора на то, что было в лагере, я не получаю от Бога. Большего дать я не могу. Прости, Господи, если что не так. Боже, милости в будни грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил. Господи, прости меня грешным и помилуй. Уповая на милость Твою, Господи, и все устрои, как Тебе угодно. Положи добрые мысли. Почти дурок помощников и защитников. Ты это можешь. Услыши и прими наше воздеяние рук, как жертву вечернюю. Благоухание, приятное перед престолом Твоим. Престолом Благодати. Боже всемогущий, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Боже, нашу молитву о всех западавших на молитвы о них, плененных, терпящих бедствия, парализованных, слепых, покинутых, голодных, путешествующих, сгорающих и утопающих. Помоги им, протяни Твою пронзенную длань и спаси их. Тебе, Боже, слава и благослови Твою нянью. Тебя хвала, честь и поклонение, отецственность и святой дух. Аминь. Аминь. Благодарю. Спасибо Христос. Слава Христу. Боже, Библию взять.